МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гости, эксперты и участники проекта «Политзавод». Я рад вас приветствовать на площадке «Политические бои-2017». Ваши аплодисменты. Площадка «Политические бои-2017» – это площадка молодежного ток-шоу. В первую очередь, это образовательная площадка, где каждый из участников проекта «Политзавод» сможет на практике в реальном политическом бою научиться политической дискуссии и формулировать, и отставить свою гражданскую и политическую позицию. Оргкомитет проекта «Политзавод» выражает благодарность Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ, Казанскому Приложскому федеральному университету и лично ректору Ильишату Равкатовичу Гафурову за оказанную поддержку и содействие. Ваши аплодисменты. Сегодня состоится 11-я битва, 11-я площадка. И по традиции мы выберем лучшего спикера среди достойных. И помогут нам в этом наши эксперты, наши уважаемые члены жюри. Итак, знакомьтесь, представляю. Депутат Государственной Думы, Российской Федерации, Федерального Собрания, 7-го созыва. Ирик Зинуров, ваши аплодисменты. Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Приложского федерального университета. Того института, той школы, которая нас принимает на нашей площадке и так доброжелательно к нам относится и помогает нам в трансляции. Это Леонид Толчинский, ваши аплодисменты. Руководитель штаба Молодой Гвардии Динар Бариев. Эксперт проекта, доцент кафедры политологии, кандидат политических наук Виктор Сидоров. Ваши аплодисменты. Сегодня мы сразимся по трем темам. В первом и втором раунде мы рассмотрим интересные темы, связанные с евразийской интеграцией, работой с отечественниками. В раунде финала мы посмотрим роль СМИ в формировании внешнеполитического имиджа. Итак, представляю первую четверку. Четверку тех спикеров, которые сразятся на нашей политической арене. Итак, команда «Алтин Тим» Анна Рыбакова, ваши аплодисменты. Команда «Миротворцы» Элина Васильева. Команда «ЮСТ» Диана Демина. И команда «Партия власти» Виталий Бадюк, ваши аплодисменты тем, кто сегодня будет стоять на политической арене и представлять свои политические позиции. Итак, первая тема. Тема первого раунда перспективы европейской интеграции. Напоминаю формат. У каждого из спикеров будет до одной минуты на формулировку своей позиции. Затем стартует раунд вопросов. Уважаемые зрители, уважаемые участники, уважаемые эксперты, вы сможете задать любой вопрос любому из спикеров. Либо в формате БЛИЦ, либо персонально. Итак, начнем. Анна, минута для вас. Перспективы европейской интеграции. Тема нашего эфира. Добрый день. Мы говорим про евразийскую интеграцию. Меня зовут Рыбакова Анна. Я участник команды «Алтин Тим». Пространство СНГ и ЕС всегда было приоритетным и стратегическим направлением для Российской Федерации. Это как бы подушка безопасности на наших границах. Программа евразийской интеграции — это центральное звено внешнеэкономической деятельности. Но сам союз, ЕС, я считаю, это больше политический союз. Это не говорит о том, что мы собираемся создавать бывший Советский Союз и наращивать границы Российской империи. С Запада Европы и Америка, с Востока Китай. Нам нужно быть сильным конкурентом среди этих гигантов. И ЕС — это как раз-таки возможность стать достойным конкурентом. Конечная перспектива евразийской интеграции — это создание единого экономического пространства с Европейским Союзом от Лиссабона до Владивостока. Что возможно только, прошу учесть этот момент, только при стабильном политическом климате и благоприятной глобальной экономической среде. При том, что существует большое количество проблем. Увы, у вас будет возможность ответить или продолжить в раунде вопросов. Итак, Ирина, минуту для вас. Изложите тезисы. Здравствуйте. Сотрудничество в евразийском пространстве активно развивается, о чем свидетельствует наличие целого ряда организаций. Для России евразийская интеграция является важнейшим экономическим и политическим приоритетом. Так, соглашение о создании армяно-российского инвестиционного фонда направлено на повышение уровня товарооборота между двумя странами, импортозамещение, развитие промышленной кооперации и рост экспорта. Санкции дали серьезный импульс в пользу создания рынка фармацевтических средств. С февраля россияне могут посещать Армению по общегражданским паспортам. По соглашению России и Казахстана в Астану приезжает Мариинский театр, а в Россию Казахстанский государственный академический театр драмы. Все это способствует складыванию свободного экономического, социального, туристического и культурного пространства. Интеграцию можно ассоциировать с разнолезьем. Как переплетение корней дает прочность каждому дереву, так и евразийская интеграция способствует взаимовыгодному сотрудничеству, сохраняя интересы и целостность государства. Благодарим вас, минута из стекла. Итак, следующая минута стартует для Дианы Деминой. Особую роль в продвижении евразийской интеграции президенты России и Казахстана отводят молодому поколению как активному проводнику идей евразийства, поскольку жить, работать и сотрудничать в интеграционном союзе предстоит молодежи. Определяя молодежь как наиболее активный класс, следует особое внимание уделить формированию у нее не только общего представления о международном сотрудничестве, но и положительного отношения к интеграции с дружественными странами. В среде формирования пространства из постсоветских государств одним из приоритетов деятельности является эффективное ведение молодежной политики. На территории постсоветского пространства существует и ведут действия ряд молодежных организаций, относящихся к евразийским международным молодежным объединениям. В 2005 году в подтверждении серьезности вопроса было заключено соглашение среди стран-участниц СНГ. В соответствии с соглашением был основан Совет молодежи государств-участников стран СНГ. Я считаю, что особая роль в интеграционных процессах евразийского региона отводится международным молодежным объединением, ведь все инновации, прогрессивные идеи сегодня создают молодые люди. И от нашего поведения, от нашего выбора, от нашего жизненного плана зависит наша собственная жизнь. Благодарим вас. Аплодисменты. Виталий, изложите свою позицию. Так или иначе, все спикеры говорили в большей степени о экономической интеграции. Да, я согласен с тем, что и ЕАЭС играет большую роль, но тем не менее никто не осмотрел аспект именно негативный. Никто не подумал о том, что евразиатская интеграция может сыграть нам не на руку, потому что евразиатскую интеграцию проявили интересные такие страны, как Индия и Китай. Никто не думал, что если они будут также в бестаможенной зоне, то цена на продукцию и без того низкую у стран Индии и Китая упадет еще ниже, тем самым оттеснит наших отечественных производителей от рынка, тем самым уменьшит конкуренцию и просто ВВП пойдет вниз. Никто не подумал, что это придет безработица, никто не подумал, что это негативно скажется в нашей экономике. Благодарим вас за четкое следование регламента. Аплодисменты. На этом мы завершили раунд представления позиций. У каждого спикера было по одной минуте представить свои тезисы. Кому-то хватило, кто-то грамотно спланировал свое время, кто-то надеется на раунд вопросов. Итак, мы стартуем с вопросов. Первые вопросы мы адресуем Анне. Итак, уважаемые зрители, уважаемый зал. Да, Алла, вопрос. Микрофон. Добрый день, коллеги Алла. Евразийский союз начал свою деятельность 1 января 2015 года. Прошло уже 2 года. Как вы оцениваете его деятельность? Можно отвечать? Да, конечно. Я считаю, что в экономическом плане пока очень слабо развито сотрудничество. Но, насколько я знаю, к 2025 году собираются вводить единую валюту, так как есть действительно проблема с разными валютами среди пяти стран. И это было бы хорошим шагом именно к экономическому развитию. Также действует Евразийская экономическая комиссия, которая следит за деятельностью как раз работы Евразийского экономического союза. и полностью контролирует. То есть нет какого-то лидера, который бы, например, как Россия, как Россия в Советском, в СССР, который контролировал и командовал всем. Благодарим вас. То есть 30 секунд на ответ у нас достаточно жесткие правила, жесткий регламент. Итак, следующий вопрос. Да, Марсель. Добрый день. Ибрагив Марсель, команда партии власти. Сейчас в последнее время в СМИ обсуждается отношение Беларуси и России, а именно спор о цене на газ. Как думаете, как решить этот вопрос, не нарушив взаимодействие России, Беларуси и наш союз двух государств? Спасибо. Прошу вас, Анна. Я считаю, что союз Беларуси и России, союзное государство, не нужно впутывать в работу ЕС. Это немножко как бы разные плоскости. У нас там немножко другой аспект с Беларуси, то, что Беларусь всячески противится, как сказать, уступать или идти на стопки, или показывать, что она действительно сильная, такая же, как Россия. И ЕС это немножко другое. Это пять стран, у которых одна единая цель, и я считаю, не нужно переплетать эти вопросы. Благодарим вас. Это ваша позиция. Да, Зинур. В своем выступлении вы сказали про Европу как подушку безопасности, и то, что евроинтеграция поможет нам быть конкурентоспособной. Но от Тайги до Британских морей, Красная Армия всех сильней, и двигатели для ракет еще никто не произвел, такие, как производимы. Что именно может дать нам Европа, чтобы мы были конкурентоспособными? Интересная переформулировка позиции, но однако вопрос задан. Вообще полностью другая переформулировка моей позиции. Я говорила, что первоначальная цель евразийской интеграции, которая идея евразийской интеграции заложилась там много времени назад, то, что ее конечная цель — это объединить от Владивостока до Лиссабона, и чтобы Россия именно вела сотрудничество с Европой, было единое экономическое пространство. И я не совсем поняла вопрос, потому что это полная переформулировка моей позиции. Хорошо, это ваш ответ. Важаемые эксперты, есть ли у вас вопросы к Ане? Может быть, да. Да, Ирик Айдарович. Может быть, наверное, ко всем тогда вопрос будет. Анна, в своем выступлении вы сказали, рассматривайте этот союз как политический союз. Как вы считаете вообще другие участники этого союза? Согласны с этим? Я считаю, что другие участники этого союза, конечно, возможно, считают какую-то ущемленность. Но Россия всячески пытается относиться равноправно ко всем участникам, учитывать их интересы, возможности этих стран. И всячески помогают какие-то преференции, притом не требуют ничего взамен. Просто их участие в этом союзе, так как именно этот союз территориально очень важен для России. Благодарим вас. Виталий, у вас есть позиция? Да, ознакомившись именно с документами, с положениями, с распоряжениями ЕС, там очень часто прописывается структура, аналогичная с Евросоюзом. То есть от структуры до полномочий. И даже от аналогичных комиссий, тем не менее, может быть, не завтра и не послезавтра, а через много лет, когда-нибудь произойдет такое, что Евроазиатский союз тоже окрепнет, и на самом деле просто соединиться с Евросоюзом, тогда на самом деле будет единая торгово-экономическая зона от Лиссабона до Владивостока. Элина, Диана, есть ли у вас мнение, комментарии? Я считаю, что союз направлен на формирование дружеских отношений, и он помогает решению многих важных проблем, с которыми в одиночку государства не могут справиться. Диана. Я считаю, что данный союз не является политическим, он создан для поддержки и внедрения опыта других стран, участников этого союза. Отлично, это ваше мнение. Таким образом, мы завершили раунд вопросов. Каня, ваши аплодисменты. Ваши вопросы к Иллине, уважаемые эксперты, уважаемые участники. Да, Ленар. Вопрос к тебе. Я хотела спросить, не считаешь ли ты, что евразийская интеграция это попытка воссоздать Советский Союз на постсоветском пространстве? Потому что неоднократно в своих позициях вы говорили, что эта интеграция — это не только экономический союз, но в каком-то аспекте, в какой-то плоскости — это и политический союз государств. И вот я хотела узнать твое мнение. Спасибо. Я считаю, что евразийская интеграция способствует взаимовыгодному сотрудничеству между странами. И при этом, как я уже сказала, сохраняется целостность государств и сохраняются их интересы. То есть не идет навязывание какой-то определенной политики со стороны России, другим странам. Благодарим вас, зал команды. Есть ли еще вопросы? Да, Зинур. Вопрос в следующем. Великобритания начала процедуру Брэкзита, то есть выхода из Европейского Союза. Тогда смысл нам вообще входить в Евразийский Союз? То есть, если уже страны подумывают о том, что нет никакого смысла нахождения в Евросоюзе. Цель. Да, хорошо, вопрос задан. Так. Имеет ли смысл создавать какие-либо интеграционные объединения, когда некоторые другие интеграционные объединения, например, терпят крах? То есть не то, что крах, но есть какие-то проблемы. То есть запущен процесс Брэкзита. Спасибо, Яна. Я считаю, что выход Великобритании, он связан с некоторыми проблемами с эмигрантами и с другими какими-то экономическими проблемами. А евразийская интеграция, она все-таки направлена на такую кооперацию стран для поддержания друг друга в решении проблем. То есть, если один в поле не воин, то тогда, скооперировавшись вместе, сообщество может достичь чего-то большего. То есть у Евразийского Союза есть все-таки шансы на будущее? Я считаю, что да. Отлично. Уважаемый эксперт, есть ли еще вопросы? А, Алла, есть вопрос. Как уже и прозвучало из зала, многие будут Европейский Союз и Евразийский Союз. Подскажите, пожалуйста, за время работы Евразийского Союза способен ли он конкурировать как раз с Европейским Союзом или с другими объединениями? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Европейский Союз, он образован уже как бы давно, имеет более большую историю. И страны, входящие в него, у них развита и наука, и медицина. Евразийский же Союз, он более ориентирован в другую сферу. То есть там активно развивается агропромышленный комплекс, туризм, добыча природных ресурсов. Благодарим вас, это ваша позиция. Уважаемые эксперты, есть ли у вас вопросы к Элине? Вопросов нет? Тогда аплодисменты или нет? Диана, ваш шанс продолжить и убедить эксперта в зал своей позиции. В своем выступлении ты очень много говорила о молодежи, как движущей силе развития евразийской интеграции. И хотелось бы тебя перевести немножко в другую плоскость и спросить непосредственно о евразийской интеграции как экономическом объединении. Хочу спросить, сможет ли евразийская интеграция в ближайшее время стать мощнейшим экономическим объединением, способным как раз конкурировать с Европейским Союзом, с другими объединениями, и чем это обусловлено? Спасибо. Я считаю, что возможно, может, возможно, не может. Никто из нас не может дать точный ответ. Но я считаю, что нельзя рассматривать только в экономической ситуации. Можно обмениваться другими опытами, информационными, коммуникативными, экологически, другие примеры брать. Благодарим вас, уважаемый зал, эксперты, если вопросы. Да, Виктор Владимирович. Диана, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к проблеме миграции, которая появляется, если в интеграцию вступают неравные участники? То есть, как мы знаем из опыта Европейского Союза, когда интегрируются два одинаковых субъекта, например, Франция и Германия, то смысла мигрировать особого нет, и там, и там жить хорошо. Вот когда интегрируется условно Великобритания и Румыния, то люди из Румынии почему-то хотят переехать именно в Великобританию. А великобританцы не хотят в Румынию страны. А великобританцы, как удивительно, не хотят. И, соответственно, возникают определенные сложности, возникают движения против миграции. Мы в России тоже сталкиваемся с такой проблемой, что страны, с которыми мы интегрируемся, они немножко слабее в экономическом плане, нежели чем Российская Федерация. Вот какие меры предлагает ваша партия для того, чтобы нивелировать эти негативные эффекты? Спасибо за вопрос. Что можно предпринять, чтобы либо нивелировать, либо, может быть, вообще идеально ликвидировать эти негативные последствия? Мне кажется, нужно быть открытыми в первую очередь. И почему? Вот студенты, они же приезжают к нам и давать им то же самое образование. Но студенты не отнимают от нас рабочие места, а не квалифицированные рабочие. Ну ведь рабочие места пустуют, а если не будет миграции, то получается... Ну как пустуют? У нас есть безработица, не квалифицированные рабочие. Наши люди, к сожалению, не идут работать на данный вид деятельности, скажем так. То есть все гости к нам, мы открыты. Ну, наверное, нужно выработать какой-то механизм и привлекать только лучшее. Но все-таки я считаю, что нужно быть открытым. Вы за политику открытых дверей, да? Понятно, спасибо. Да, Зинура, у вас был еще вопрос. Страны, входящие в этот Европейский союз... В Европейский или Евразийский, пожалуйста, будьте четче. В последнее время они некратно заявляют о создании единой такой армии своей, вот на этом пространстве, и при этом они регулярно проводят учения против российской агрессии. Да как, на ваш взгляд, Россия должна среагировать, вступать в этот союз, если против нас готовится вот такая вот штука? Ну, Россия уже есть в этом союзе. А вопрос был корректен, уважаемые эксперты? Ну, не собирается Россия вступать в Европейский союз. То есть, Евразийский союз — это объединение там России и Армении, а Европейский союз — это Франция, Германия и все остальные. Мы туда не собираемся вступать. У нас как раз совместное учение как раз вот с Арменией, с Казахстаном, с Белоруссией. И это вполне нормально. Благодарим вас, Диана, аплодисменты. Итак, Виталий, час вопросов для вас. Вопрос из той же серии про евразийскую интеграцию, Европейский союз. Как вы думаете, способны ли эти два объединения экономических, политических к совместной работе? Будут ли они при этом выступать равноправными субъектами? Спасибо. На данный момент, конечно же, нет, потому что Евросоюз уже имеет свою историю, свои проработанные механизмы. А Евразийский союз только появился, и он только вырабатывает систему. И даже система органов там не особо продумана еще. Им есть куда развиваться. И, возможно, через лет 30, я думаю, она встанет на ноги и достаточно окрепнется, чтобы говорить уже о паритете с Евросоюзом. Спасибо. Благодарим вас. Алла. Добрый день. В своем выступлении вы сказали, что изучали различные нормативно-правиловые акты. И вот у меня такой вопрос. Ведь Евразийскому союзу предшествовали и другие организации, которые занимались евразийской интеграцией. Назовите их. Именно. Хотя бы соглашение о единоэкономической зоне среди Беларуси, Казахстана и России. Ответ получен. Уважаемые эксперты, зал, есть ли у вас еще вопросы к Виталию? Да, Динар. Виталий, добрый день. Диана упомянула роль молодежи и общественных организаций. Видите ли вы и возможно ли вообще участие молодежи, в том числе и молодежных общественных организаций в работе данного союза? Да, я вполне согласен с этим. Даже подобно уже существует. Существует Всемирный фестиваль стран Шоссе-Брикс. Именно о взаимодействии иностранной молодежи, поиске путей. Также существовала площадка именно экономическая на этом форуме, на этом фестивале. Спасибо. Благодарим вас. Есть ли еще вопросы к Виталию? На этом тогда предлагаю завершать наш раунд аплодисментами. Интересный получился раунд, интересный получился разговор, однако хочу призвать вас быть внимательнее, четче и тактичнее к понятиям. Все-таки Европейский и Евразийский союз — это совершенно две разных плоскости. И, конечно же, можно интересные параллели проводить, однако плоскость дискуссии может быть расширена и в другую сторону. Уважаемые спикеры, вам аплодисменты. Я прошу вас занять свои места в зрительном зале. Итак, уважаемые эксперты, мы переходим к раунду голосования. Сейчас мы с вами проголосуем и выберем, посчитаем наиболее достойного кандидата, точнее двух кандидатов для выхода в финальный раунд. Итак, я прошу вас оценить в порядке выступления от нуля до пяти баллов. Итак, первым выступала команда Altentim Анна Рыбакова. Ваши оценки, ваши баллы. Пять, пять, пять. Второй выступала Элина Васильева. Команда Миротворца, ваши оценки для Элины. Четыре, четыре, четыре. Третьим выступала Диана Демина. Команда United States of Tatarstan. Пять, 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 четыре. Замыкал раунд Виталий Бадюк, команда Партия Власти. Ваши оценки для Виталия. Прошу вас. Четыре, четыре, пять. Отлично. Оценки учтенно-счетной комиссии в лице Виктории. И сейчас, уважаемые зрители, уважаемые залы, сейчас мы с вами, шанс есть для нас проголосовать. Напоминаю, что голосуют только те, чьи команды, чьи спикеры сейчас не были представлены в раунде. Это очень четкое правило. Если мы заметим вдруг ваши нечестные действия, то мы просто можем снять спикера. Итак, первой выступала Анна Рыбакова, команда Altyn Team. Ваши оценки? Голосуют только те. Аллы, первое предупреждение вам. Отлично. Второй была Элина Васильева, команда Миротворцы. Дальше была Диана Демина, команда UST. Да, гости также могут голосовать. И завершал раунд Виталий Бадю, команда Партия Власти. Отлично, голоса учтены. Итак, сейчас пока идет подсчет счетной комиссии голосов. Я предлагаю начать второй раунд. Таким образом, во втором раунде мы сыграем по теме работа с отечественниками. Вернуть нельзя оставить. Где же поставить ту самую значимую точку или запятую в этом вопросе? Итак, представляю спикеров следующего второго раунда. Перед вами команда Рифма Диана Гайнудинова, прошу вас. Команда Релевантные политики Тимур Нигмадзянов, прошу вас. Ваши аплодисменты. Команда Россия Татьяна Кузнецова, ваши аплодисменты. И команда Единства Лилия Кашапова, ваши аплодисменты для Лилии. Тема интересная, можно развернуть интересную дискуссию. Надеюсь, у нас она получится. Итак, Диана, минута стартует для вас, прошу. Диана Релевантные политики Тимур Нигмадзянов, прошу вас. Ваши аплодисменты, оставшиеся вне Родины, причем зачастую не по своей вине и даже без своей воли, попросту вычеркивались из жизни нашей страны. То, что сегодня эта тема фигурирует, лишь подтверждение тому, что это важнейший из направлений развития нашего государства. Однако стоит отметить, что эта проблема есть не только в России, а в принципе во многих странах. Энная часть народонаселения в силу различных причин время от времени вынуждены эмигрировать в другие государства. В России эта тенденция выражена острее. В начале середины 20 века люди покидали страну вследствие революции, двух мировых войн, социальных конфликтов. И сегодня эта часть населения России уже давно привыкла к традициям и ценностям новой культуры. Поэтому мы считаем, что каждый человек решает за себя. Нужно ли ему восстанавливать связи и укреплять их, или же жизнь, в которой они живут сейчас, устраивает их больше. И даем возможность каждому отдельному индивиду и семьям самостоятельно ответить, где же поставить запятую в этом сложном предложении. Благодарю вас аплодисменты. Итак, Тимур, минута для вас. Изложите ТС, изложите свою позицию. Спасибо. Добрый день, Тимур Негмаденов, релевантные политики. Эпоха спасительных эмиграций канула в лето вместе с 20 веком. Труды и достижения великих писателей, поэтов, музыкантов, инженеров, покинувших нашу страну, это невосполнимые утраты России. Например, Соединенным Штатам наша страна подарила фактически Макс Фактор, Леви Страус, Голливуд, Эппл, Гугл и так далее. Сегодня около 30 миллионов наших земляков и их потомков живут за пределами Российской Федерации. Есть те, которые обжились и не хотят переезжать обратно. Но как быть тем, кто подвергается ущемлению прав и националистическим настроениям других государств? Благо, существует государственная программа по переселению соотечественников, благодаря которой в Россию переехало уже более полумиллиона наших земляков. Каждый вправе выбирать жить там, где ему комфортно. Необходимо создать все условия, чтобы люди сами захотели вернуться на родину. Ведь наш народ должен быть единым, потому что единство и сплоченность – это дорога к успеху и развитию. Спасибо. Благодарим вас. Аплодисменты. Итак, Татьяна, минута для вас. Прошу. Добрый день. Все-таки российские соотечественники – это люди, которые живут в одном мировоззренческом пространстве с россиянами. Россия для них – это центр культурной, экономической и исторической консолидации. Работа с соотечественниками – это не просто шаг навстречу людям, которые сделали свой выбор в пользу связи с Российской Федерацией. Это важное стратегическое направление для России сегодня. От работы с соотечественниками зависит эффективность поддержки политики соотечественников для Российской Федерации и других стран. В то же время российские соотечественники обеспечивают имидж России для других стран. Кроме того, люди, проживавшие раньше в Советском Союзе, тратят годы на то, чтобы сейчас получить российское гражданство. При этом на Дальнем Востоке есть территории, которые заселяются выводцами из Китая. Безусловно, ведется работа по связям с соотечественниками. Это Росотрудничество, различные фонды по поддержке публичной дипломатии. Но есть проблемы, которые нужно решать. Нужно уточнить статус соотечественника законодателя. Минута вышла, увы. Вы сможете продолжить в раунде вопросов. Итак, следующий спикер. Прошу вас, Лилия. Спасибо. Работа с соотечественниками всегда вызывала большой интерес. Миграционные потоки достаточно большие. Это утечка ценных научных и инженерных кадров, без которых немысленно инновационная экономика 21 века. Где поставить свою запятую, каждый решает сам для себя. Мы не можем вернуть всех, кто когда-то покинул нашу страну. Но наладить контакты с ними и поддерживать их – это очень важный вопрос. И если ставить запятую после слова «вернуть», то необходимо сделать все для того, чтобы жизнь соотечественников по возвращении была не менее достойной, чем та, которой они жили на чужбине. Благодарим вас. Ваши аплодисменты. Итак, мы переходим к раунду вопросов. Мне кажется, выступления были достойными. И интересные есть аспекты у каждого из участников. Итак, прошу вас. Ваши вопросы для Дианы. Зал, если у вас вопросы, Зинов. Вопрос ко всем, не только к Диане. В своих выступлениях вы говорили о том, что там был отток и в 20-е годы, и вообще… Но в основном покидали страну из-за войны революции инженеры, ученые, художники. Сегодня создались в России условия для возврата их обратно, и мы видим тенденцию, как они обратно возвращаются, и инженера, и ученые. Тем не менее, отток идет именно молодежи. Какие меры необходимо предпринять, чтобы не возвращать, а сохранить молодежь здесь? Да, вопрос был лиц, поэтому каждый из вас может начать. Диана. Я думаю, что, в принципе, достаточно всего изобретено и у нас, и нельзя человеку сказать о том, что оставайся, мы дадим тебе вот такие условия. У нас совершенно, наверное, разные видения проблемы, которые есть сейчас. И люди, которые хотят уезжать, мы же не можем их оставить. У нас демократия. У меня все. Почему нет? Отлично. Тимур. Да, спасибо, Тимур. Но не только войны и революции способствовали оттоку, еще просто политика Советского Союза, там, ущемление и так далее и тому подобное. Но по вашему вопросу, я сказал, что люди имеют право жить там, где им комфортно. Да, это проблема, то, что отток молодежи. Я согласен. Но, тем не менее, нужно глобальнее думать, если страна поднимется по ряду показателей, на мой взгляд, они просто будут вынуждены, они захотят вернуться сами. Вот и все. Спасибо. Благодарю вас. Татьяна, ваша позиция. Да, я тоже продолжу по поводу причин оттока. Почему-то никто не говорит о просто развале Советского Союза. Это основная масса людей, которые остались за границей России, не желая того. По поводу вопроса насчет молодежи. Действительно, в России очень хорошее образование, и тут уже нужно скорее говорить о средствах, которые выделяются на развитие науки и современных технологий. Ваша позиция, спасибо. Лилия. Ну, на сегодняшний момент у нас Россия развивается, Татарстан, такие есть инновационные площадки, как Иннополис. Я думаю, молодежь все-таки у нас будет оставаться, и думаю, в основном в Татарстане. Это отлично, позитивный и оптимистичный взгляд в наше будущее. Уважаемые эксперты, уважаемый зал, есть ли у вас еще вопросы? Да, Марсель. Еще раз добрый день. Марсель Ибрагимов, команда партии власти. Хотелось бы тоже задать, наверное, ко всем. Ведь отток населения из России или из какой-либо другой страны, наверное, зависит и от любви к родине. И эти вещи очень сильно, на мой взгляд, взаимосвязаны. И как вот молодежи и вообще любым различным поколениям наших граждан объяснять о том, почему же у нас жить хорошо, а на Западе не так, как у нас. Не так? Не так хорошо. Вопрос был Диане? Ко всем. А, ко всем. Хорошо, формат Блит. Диана, тогда мы начнем с вас. Наверное, в каждом обществе есть различные причины, почему это происходит. У нас есть достаточно много культурных ценностей, достаточно много того, что мы можем предоставить. Однако люди, которые не хотят это воспринимать, не хотят любить родину такой, какая она есть, в этом не причина других людей. А причина именно в самом человеке. Благодарим вас, Тимур. Отток происходит не только из страны, но и из муниципальных образований, из городов и так далее. Но почему, в первую очередь, нужно разобраться, почему уезжает молодежь за границу? Чтобы учиться, да, как правило. И почему она должна возвращаться? То есть они отучились, и, наверное, нужно как-то соответствующую какую-то вакансию найти, их образованию. И, судя по всему, они находят ее за границей, не видят перспектив здесь. Вот, мне кажется, нужно как-то с этим больше работать. Бороться. Татьяна. Спасибо. Да, прозвучал вопрос о патриотизме. Хочется сначала сказать, что соотечественники, которые уехали не по своей воле, их культура патриотическая зачастую даже выше, чем культура патриотическая в России. Потому что они сплоченные, они борются за сохранение русского языка, за сохранение культуры. Что касается увеличения патриотизма на данный момент среди современного поколения, это, наверное, продолжение роли СМИ, будущая тема наша. А также хочется сказать, что есть же ведь, да, уже сейчас объявлены национальные идеи, как бы патриотизм, да, вот Великая Отечественная война. Я думаю, нужно продолжать эту тему и поддерживать стремление сохранения исторических корней современного поколения. Благодарим вас. Лилия. Патриотизм — это ведь не природное явление, оно не передается по наследству, оно формируется. Может быть, есть какой-то тайный ген патриотизма, который всем живите, все будут рады, счастливы, все будут любить Родину. Патриотизм он формируется, и поэтому, я думаю, мы, как сейчас молодежь, работающая молодежь, мы должны с малых лет уже прививать детям любовь к Родине. То есть у нас есть выдающие ученые, у нас есть выдающиеся герои. Те же взять герои Великой Отечественной войны, герои локальных конфликтов, Афганской, Чеченской войны. То есть на этой любви, на этих наших природных, ну, как бы, ценностей культурных мы должны воспитывать нашу молодежь. Благодарим вас. Итак, Виктор Владимирович, ваш вопрос. У меня тоже будет вопрос сразу ко всем. Да, кратко, пожалуйста, да, вот Татьяна как раз-таки начала, но у вас просто времени не хватило, а вы очень важную тему затронули, это уточнение статуса и критерия понятия соотечественников. Соотечественник очень важный, да. Вот, коллеги, хотелось бы услышать, как ваша партия, да, как ваши партии… Команда, наверное, у них все-таки, пока еще не партии, пока еще команды. Хорошо. Как ваши команды партийные рассматривают и понимают вообще понятие соотечественников? Вот кто для вас… Отличный вопрос. Это кто-то соотечественник, а кто нет. Мне кажется, Татьяне стоит предоставить слово первым. Если человек не знает русского языка, к примеру, но у него фамилия Иванов, он соотечественник или нет? Да, спасибо большое за предоставленное слово. Ну, безусловно, это должна быть связь на уровне языка, на уровне исторических корней и связь, безусловно, желание самого лица принадлежать к культуре России, да. И хочется отметить, что попытались, да, уже законодательно это закрепить, но за 11 лет с поправки в законе ни один документ о статусе юридического соотечественника не был выдан. Хотя, возможно, это бы упростило получение, например, гражданства. Благодарим вас. Итак, Тимур, есть ли у вас мнение, позиция? Я хотел бы уточнить немножко, потому что в государственной программе по оказанию содействия добровольным переселению Российской Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, все-таки есть понятие соотечественников, кто такой, да? Но я бы хотел ответить словами нашего президента Владимира Путина. Но он сказал, что соотечественник тот, кто является носителем языка и культуры. Все понятно, мне кажется. Спасибо. Итак, Лилия. Ну да, я, пожалуй, соглашусь, что соотечественники – это те люди, которые являются носителем языка, культуры, у которых есть российские, так сказать, исторические корни. Диана. Не у каждого человека, у которого есть исторические корни, к сожалению, владеет нашим языком. Однако в Санкт-Петербурге проводятся, по-моему, ежегодно уже в течение 8 или 10 лет встречи наших соотечественников. Не все из них знают язык, но все, кто присутствует, кто приезжает к нам, очень рады увидеть нашу культуру и вспомнить, и, может быть, узнать о том, как жили их родственники. То есть необходимо всем нашим соотечественникам выдать такую путевку на посещение города Санкт-Петербург? Желающим. Ну, оно есть. В принципе, приглашают. Хорошо. Илья Хайдарча, ваш вопрос. Про гражданство здесь уже тоже затрагивалась тема. Вот как раз хотелось бы узнать, чем был вопрос ко всем, наверное. Опять же, ваша партия, да, получается, каждая партия? Ваша команда. Ваша команда. Чтобы ваша команда улучшила в законодательстве для того, чтобы было упрощенное получение гражданства для соотечественников. И стали бы вы это делать? Стала бы ваша команда это делать? Потому что сейчас, например, существует как много и за, так же много и против. Вопрос ко всем? Вопрос ко всем, да. Да, конечно же. Лили, давайте начнем с вас в этот раз. Ну, как я знаю, по документам, по-моему, если есть человек здесь жил, то он как бы считается соотечественником. Но такие документы, там, взять их из ЖКХ или откуда-то, это очень, по-моему, сложно. И проще было бы, если, допустим, ну, как бы они давались, может быть, по свидетельству о рождении. То есть, если человек все-таки родился здесь у нас, как бы в России, то тогда, наверное, мне кажется, это больше упростило бы процедуру, потому что все-таки документы, которые хранятся в ЗАГСе, они ведь, ну, хранятся очень долго. И поэтому, я думаю, все-таки... Татьяна, ваша позиция? Я бы, наверное, сказала об отказе на запрет на второе гражданство, точнее, на отказ от первого гражданства при получении гражданства Российской Федерации. Или оставить? Скорее убрать. То есть, разрешить иметь двойное гражданство? Да, второе гражданство. При этом вопрос, который мы поднимали ранее о соотечественниках, мне кажется, именно законное уточнение этого статуса и поможет облегчению получения гражданства, потому что, да, при получении гражданства нужно опять проходить все эти процедуры, то есть на сдачу языка, на доказательство своей принадлежности к данной территории. Поэтому я считаю, что статус соотечественника это решит. Тимур. Есть федеральный закон о гражданстве. Там указано, что там, во-первых, максимально упрощенная процедура тех людей, которых мы называем соотечественниками. Но, да, кстати говоря, двойное гражданство можно иметь, не надо отказываться от него, прямо так и написано. Плюс от себя, что хотел бы добавить, усложнена процедура, то есть бюрократия и пустые обещания. То есть страна приглашает соотечественников обратно, но обещает конкретному и ничего не обещает. То есть их нужно обеспечить жильем, работой и так далее и тому подобное. Почему они должны бросать свою жизнь и переезжать к нам? Вот мне кажется, нужно об этом подумать. Спасибо. Ваша позиция. Для меня, наверное, в данном случае, я не совсем компетентно буду в этом вопросе, но на данный момент изменений никаких и не последует. То есть все, что мы здесь скажем, в любом случае не будет услышано. Как раз сейчас в Думе обсуждается законопроект об упрощенном взаимодействии. К чему это нужно? Зачем? Зачем что-то изменять в том, что есть сейчас? Это ваша позиция, Илья Хайдарович, сейчас. Я не хочу ничего менять. Нужно это или не нужно? То есть вы считаете? Не нужно менять. Илья Хайдарович, можете еще раз повторить в микрофон? У вас не было слышно. Я поэтому и задал вопрос вам. Ваша за и против этого. Нужно это сделать или не нужно? Этого сделать не нужно, на мой взгляд. Нужно все оставить так, как есть. Старый закон лучше новых двух, видимо. Это ваша позиция. Нас смотрят наши зрители и через онлайн-почту. Сейчас нам шлют приветы наши и вопросы. Вопрос от начальника отдела по работе с средами Мариной Игнатьевой. Она передает нам всем привет. Мы ей тоже в студии передаем привет большой. Она, вопрос Блиц. Как вы думаете, студенческие обмены, в которые сейчас приезжают студенты к нам учиться, однако они по истечению срока уезжают обратно к себе домой. Это ли хороший, нужен ли формат для работы с отечественниками? Ведь они здесь у нас только пять лет, мы вкладываемся в них, наши педагоги вкладываются в них. И однако они уезжают с теми знаниями, которые они получают от нашей системы образования, с теми контактами, уезжают обратно к себе. Хороший ли это формат? Может быть, что-то усовершенствовать? Или вы не видите в этом препятствия в работе с отечественниками? Потому что мы находимся в стенах Казанского Приложского федерального университета, где обучается большое количество иностранных студентов. И Татьяна является одной из таковых студенток. Ваш вопрос, наверное, Татьяне первой будет очередь. Ладно, на мой взгляд, я, во-первых, хочу сказать, что я не собираюсь. Собираетесь ли вы остаться, Татьяна? Да, я собираюсь остаться, по крайней мере, на ближайшее время. Но я хочу сказать, что эта мера, студенческий обмен, это по всему миру практикующиеся направления работы с отечественниками. Я считаю, что это очень продуктивное направление. И даже если студенты уезжают обратно к себе в страну, то они в любом случае являются носителями данной культуры, продолжателями каких-то традиций у себя на территории. Это тоже очень важная часть. У нас же нет цели собрать всех соотечественников, абсолютно вернуть на территорию России. Вопрос в том, как облегчить задачу для тех, кто этого желает, и как сохранить положительный имидж среди тех, кто остается у себя в стране. Да, процедура взаимная. То есть они приезжают к нам, мы их обучаем, наши студенты у них учатся. Ничего плохого, если даже студент, отучившись у нас, уезжает туда. Ведь здесь его научат по-русски, как дела, так сказать, решаются, да? И там он будет распространять уже какую-то часть культуры российской. И это же классно, наоборот. Спасибо. Диана. Я думаю, что для того, чтобы студенты после вуза не уезжали, нужно создать, наоборот, более выгодные условия именно для них, для того, чтобы они свой потенциал могли реализовать. На данный момент сегодня это мало где мы можем увидеть. Лилия, ваша позиция? Мне кажется, это очень даже неплохая процедура. То есть также наши студенты обучаются за границей, но, может быть, те студенты, отучившиеся у нас, все-таки большинство из них останется. Мы как бы надеемся на это. Мы надеемся. Есть ли еще вопросы к Тимуру и Татьяне? Они у нас сегодня со мной были. Да, давайте тогда к Тимуру начнем. И вопрос к вам. Да, да, вопрос, точнее, вы можете задать вопрос. Мы еще не задавали у нас. Тимур, добрый день. Вы рассказывали примеры наших статистик, которые ехали в Америку и достигли там значительных результатов. Неужели вы верите, что при том строе, который был у нас, они бы достигли тех же результатов? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, верю. Я уточню. Есть такой человек Игорь Сикорский. Не знаю, слышали или не слышали. Великий, выдающийся русский инженер, который практически создал вертолет. То есть он этим занимался у нас в стране, был уже тогда великим и выдающимся, но, к сожалению, подвергся репрессиям и вынужден был уехать и с нуля построить производство в Штатах. То есть, да, конечно, возможности были. Есть ли еще вопросы? Да, Алла. Тимур, вы неоднократно как раз упоминали сегодня за время политбоев о работе программы как раз переселения соотечественников. Большой пик на эту программу пришелся во время украинского кризиса. Как вы думаете, была ли эффективна как раз программа переселения соотечества в этот период? Да, если честно, я думаю, что даже, может быть, Крым присоединили по этой программе, да? Как говорили, то есть наши соотечественники живут там, почему они не могут избрать, ну, место, где они могут сами проживать. Эффективно. Эффективно. Спасибо. Илья Хайдарович. Раз уж, опять же, соотечественников, тогда назовите, какое в ближайшее время пройдет мероприятие в Казани, посвященное как раз соотечественникам. Целенаправленность, которая произойдет? Вопрос был к Тимуру, но можете все предложить, если вы знаете. WorldSkills, 19-й год. Нету? Там еще один. Среди юношки. В Казани? Да. Ну, у меня на слуху в мае игры среди юных соотечественников. Ну что ж, на этом предлагаю завершить аплодисменты. Мир радует вопросов к Тимуру. Есть вопрос еще к Татьяне по этому раунду. Уважаемые зрители, уважаемые спикеры, уважаемые... Да, ваш вопрос. Татьяна, добрый день. Вы говорили о многом переселении соотечественников, о том, что Дальний Восток заселяется представителями китайской нации. Неужели вы предлагаете наших родственников направлять на Дальний Восток, которые возвращаются в Россию? Я думаю, среди соотечественников нет ближайших родственников, думаю, что они бы быстрее получили гражданство. Ну, я скажу, что это тоже территория России, и есть заинтересованные люди с профильным образованием, которым интересно там работать. Да, если это будет развиваться, то почему нет? Аплодисменты Татьяне. На этом завершаем раунд вопросов. Итак, ваши вопросы к Лилии. Уважаемые эксперты, зал, члены жюри, может быть, команды, да, у вас возникнет вопрос. Если вопросов нет... А, вот последний. Зала. Хотелось бы спросить. Вот вопрос о возвращении соотечественников лежит исключительно в экономическом плане. То, что там платят больше, там их финансируют, спонсируют больше. Или же это связано с идеологией, что им в Америке, допустим, живется лучше и нравится больше, нежели чем на родине в России? То есть это вопрос денег или вопрос ценностей? А то, что они туда переезжают? Да. Да? Я-то правильно поняла? Ну, у каждого свои взгляды. У кого-то может быть и вопрос денег, а у кого-то может быть и ценностей. И так и так может быть. Спасибо. Аплодисменты. Получилась неплохая и интересная дискуссия, уважаемые спикеры. Благодарим вас за подготовку и прошу вас занять места в зрительном зале. Мы переходим к раунду голосования. Хочу вам огласить итоги предыдущего раунда. Бесспорным финалистом становится команда Altyn Team и участница Рыбакова Анна, участница финала. Однако мнение экспертов и мнение зала равноправны в формате команда UST Демина Дианы, команда партия власти Бадюк Виталия. И в этом случае, уважаемые эксперты, право решения будет за вами, кто из этих двух ребят выходит в финал. По итогам зрительского голосования и вашего голосования, эти двое участников набрали по 19 баллов. Необходимо решить сейчас, что пройдет дальше в финал. И мы пойдем дальше. У нас есть Демина Диана, которая набрала 19 баллов, и партия власти. Это из предыдущего раунда Бадюк Виталий. Ирих Айдарч, решение за вами. Если я, мы каждый будет. Я вам сразу проголосову. Ирих Айдарч, микрофон. Извините, каждый из нас голосовал. Мое решение еще в первом раунде было. Я за Демину отдал, за Диану отдал 5 баллов и 4. Тогда Демина Диана становится финалистом. У нас должен быть консенсус. Мы должны консенсус прийти. У вас должен быть консенсус, однако Ирих Айдарч сегодня является председателем жюри. Все, тогда вопросов нет. Правила есть правила. Закон с урок, но это же закон. Я бы все-таки хотел, чтобы каждый высказал свое мнение. Хорошо. Уважаемые коллеги, эксперты, ваше мнение. Диана. Демина Диана становится финалистом, который сыграет в третьем раунде. Итак, прошу вас проголосовать по итогам второго раунда. Во втором раунде, уважаемые эксперты, у нас сразились следующие команды и участники. Первая команда, которая выступала за первой трибуной, это команда «Рифма» и «Диана Гайнудинова». Ваши оценки для Дианы. Первая трибуна. 4-4-4. Три четверки. Команда «Релевантные политики» Тимур Нигмадзянов. Ваши оценки для Тимура. 5-5-5. Три пятерки. Команда «Россия» Татьяна Кузнецова. Ваши оценки. Три пятерки. Команда «Единство» Лилия Кашапова. Ваши оценки. Четвертая трибуна. Три четверки. У вас сегодня «Единство» в оценках. Теперь, уважаемые залы, уважаемые зрители, сейчас мы с вами проголосуем. Напоминаю, что голосуют только те, чьи команды не были представлены в этом раунде. Итак, команда «Рифма» Диана Гайнудинова. Прошу ваши оценки для Дианы. Поясню зрителям. Мы голосуем либо данным знаком, либо противоположным знаком, если ваше выступление, выступление спикера вам не понравилось. Голоса учтены? Вторым выступал Тимур Нигмадзянов. Команда «Релевантные политики». Ваши оценки. Итак, дальше. Команда «Россия» Татьяна Кузнецова. Ваши оценки для Татьяны. И завершала раунд команда «Единство» Лилия Кашапова. Ваши оценки для Лилии. Голоса учтены? Итак, пока идет подсчет голосов. Напоминаю вам о конкурсе в социальных сетях Instagram. Выкладывайте фотографии с хэштегом «Политбои 2017» и хэштегами «Политзавод». И вы сможете по итогам марта и по итогам апреля мы выберем наибольшее количество фотографий, которые набрали наибольшее количество лайков по итогам марта и апреля. Выкладывайте фотографии, будьте с нами и получите интересные призы от оргкомитета проекта. Итак, сейчас мы готовы уже объявить итоги. Виктория, счетная комиссия. Виктория. Раунд был интересный. Итак, в финал, раунд финал проходит команда «Релевантные политики» и команда «Россия». Уважаемые спикеры, прошу вас готовиться. Уважаемые эксперты, мне бы хотелось поговорить с вами о том, какими были эти два раунда. Ирих Айдарович, вы впервые на площадке политических боев. Вы впервые с нами здесь, в этой студии. Расскажите о ваших впечатлениях и, может быть, напутственные слова ребятам в раунде в финале, которые поборются за право стать победителем этой площадки сегодня. Мы сейчас уже обсуждали то, что действительно тяжело судить. И первый раз сегодня в этом участвовал. Первый раунд был тяжелее, для оценок. Второй более понятнее оказался. Тем более, что так мнения разделились в первом раунде. Но ответственность давит. Я даже не знаю, я сейчас больше волновался здесь, наверное, чем стоят. Нежели чем вы были бы за трибуной. Да, когда было это на праймерис. Ну, ребята, все молодцы. Сейчас мы ожидаем очень жаркий финал, конечно, потому что великолепно подготовленные спикеры. И сейчас просто еще же будут они друг другу вопросы задавать. Это будет настоящий бой. В общем, мы с нетерпением ждем. Динар. Радует, что действительно уровень вырос и не перестает падать. И действительно ребята готовятся, выступают, доказывают свою точку зрения. И я на самом деле надеюсь, что последующие бои будут проходить на таком серьезном уровне. Аплодисменты нашим уважаемым экспертам, спикерам. Итак, мы открываем третий раунд. В третьем раунде сыграют следующие спикеры и следующие команды в следующем порядке. За первую трибуну мы приглашаем Анну Рыбакову. Прошу вас. За вторую трибуну Татьяну Кузнецову. Прошу вас. За третью трибуну Нигмадзянова Тимура. Прошу вас. И за четвертую трибуну Демину Диану. Ваши аплодисменты спикерам. Тема финала. Роль средств массовой информации в выстраивании внешнеполитического имиджа государства. Тема интересная, тема сложная. Я желаю вам удачи. Анна. Спасибо. Как мы видим, СМИ, интернет и телевидение превращаются в средства массовой пропаганды. В частности, я буду говорить о России. Идет антироссийская пропаганда, полная информационная война. И формировать позитивный образ на международной арене становится все сложнее. Кучу примеров можно привести. Например, рухнул малазийский Боинг. Еще не было ясно, кто, что, как произошло. Но уже в западных СМИ появилась информация, что это Россия бомбит. То же самое с Сирией. Когда мы были в Алеппе. В Алеппо, оказывается, мы бомбили мирное население, что тоже очень странно. Еще пример, например, 2008 год Южная Осетия. Оказывается, согласно американским СМИ, Россия начала бомбежку Грузии, а не наоборот. Нужно стараться доводить до мировой общественности достоверную информацию о России, о ее культуре, о действиях России на международной арене. И отличным подобным средством, я считаю, является Rush Today телеканал, который именно способствует продвижению достоверной информации в мире. Спасибо. Благодарим вас, Анна. Аплодисменты. Татьяна, у вас есть одна минута. Отразите. Сегодня эпоху высшей дипломатии сменяет эпоху диалога культур и нации. Главный компонент мягкого влияния государства на людей является имидж, который транслируется в основном через СМИ. Но работа в СМИ ведется не только для создания положительного имиджа, к сожалению, но и со стороны оппонентов для дискредитации страны, о чем уже сказал предыдущий спикер. В связи с местом России на международной арене, ее внешний имидж является продуктом противостояния информационных политик. В связи с этим Россия ищет пути стабилизации ситуации, которая была сформирована в СМИ, например, евроатлантической направленностью. Положительный медийный имидж России обеспечивает гарант стабильности партнерства на постсоветском пространстве. От отношений на постсоветском пространстве зависит, безусловно, и национальная безопасность России. Кроме того, имидж государства – это важный экономический инструмент, потому что мы знаем, что могут создаваться такие бренды, как, например, итальянская обувь или немецкое качество оборудования. СМИ называют четвертой властью, и не просто так. Средства массовой информации проникли в каждый дом, в каждое сознание в мире. СМИ – это фактически способ общения власти с народом. Люди узнают обо всем, что происходит в стране и в мире, так, как это подает СМИ. Через СМИ власть зачастую оправдывает свои действия, показывает их с выгодной для нее стороны. Имидж государства зависит только от того, как его выстраивают средства массовой информации. Не секрет, мы являемся свидетелями Третьей мировой войны – информационной. На данный момент многие государства порождают ненависть народа к России, влияя на создание людей как раз-таки через СМИ. Сомнительный имидж вредит стране, из-за него он несет экономические убытки, не получает необходимых инвестиций. При этом мы видим, неважно, на чьей стороне правда, в сознании населения формируется устойчивый образ именно того негодяя, на которого укажут средства массовой информации. Кто контролирует СМИ, тот управляет государством. Спасибо. Благодарим вас. Диана, минута для вас. Имидж страны не создать даже самой дорогой компании. Имидж дает не только привлекательность, инвестиции, туризм, совместные проекты. Это прежде всего репутация и доверие. Доверие к действию внутри и вовне. Это большое число союзников и малое оппонентов. В прошлом достаточно было бы завоевать симпатии правителей, теперь борьба идет за сердца народов. Где формируется имидж? В СМИ. Еще, конечно, в социальных сетях. Но тотальность по-прежнему задают СМИ. Имидж имеет не только информационную, но и коммуникативную природу. Он вырабатывается в живом диалоге. Россия добивается безвизового режима с ЕС. Русский язык стал вторым по популярности языком интернета. Его используют 6% всех существующих сайтов. Желания России должны быть правильно поняты, равноправны и доброжелательно включены в мировой медийный контекст. Баланс негатива и позитива России должен прийти в соответствии с его реальным балансом в российском обществе. Но есть вещи, которые должны быть вне таких оценок. Это культура, люди, уникальная география. Все это должно быть заново открытым миром. Это потребует ломки некоторых стереотипов, но без этого мы не сможем выйти на новый уровень общения, что еще важнее доверия. Благодарим вас. Аплодисменты. Мне кажется, речи были достаточно жаркими и вопросы будут не менее острыми. Анна, у вас есть сейчас возможность задать вопрос либо участнику персонально, либо в формате Блиц всем. Прошу вас. Один только вопрос. Пока один. Как вы считаете, возможно ли создать глобальный информационный портал, либо канал, который пока не придумала, кем будет контролироваться? И вообще, возможно ли это? А глобальный канал для чего? Уточню. Именно для предоставления точной информации о каких-то событиях на международной арене. Чтобы не спонсируемый, международный, не спонсируемый каким-либо государствами, которые будут продвигать свои интересы. Тогда уточню. Если возможно создать такое средство массовой информации на мировой арене, с мировым статусом, средство массовой информации нерегиональное, которое могло бы быть а, независимо, б, отражать актуальную там действительность. Вопрос ко всем Блиц. Я считаю, что это невозможно, потому что каждый государств будет притягивать отделы на себя, и все равно каждый человек имеет свое мнение на определенную ситуацию. То есть нет, невозможно? Нет, невозможно. Тимур? В принципе, возможно, если очень сильно захотеть. Можно и в космос полететь, да? Можно, согласен. На заседаниях ООН, на конвенциях, там сидят практически все страны и представляют свою позицию. Также это возможно на уровне ООН, как раз-таки международной организации, что-то создать. То есть международная организация может создать такое средство массовой информации. Возможно, да. ООН-ТВ, например, какое-нибудь. ООН-ТВ. Почему бы и нет? Татьяна. На мой взгляд, это утопия, потому что в самом вопросе содержалась фраза «кем будет контролироваться». То есть это уже пространство, которое будет подконтрольно кому-то. Как альтернатива, пожалуйста, интернет, он никем не контролируется, но тут вытекают другие проблемы, да, уже качество информации, которое туда поступает. Благодарим за вопрос. Татьяна, у вас есть сейчас возможность либо БЛИЦ, либо кому-то персонально с кем-то поспорить? Да, наверное, я тоже задам вопрос в формате БЛИЦ. Мы уже говорили в рамках политбоев о том, что Сергей Шойгу сообщил о создании войск информационного сопротивления, если не ошибаюсь о названии. Информационной пропаганды, информационной обеспечения. Да, в общем, вопрос состоит в том, он предложил эту структуру как альтернативу отделу контрпропаганды, который раньше существовал. В чем, вы считаете, будет ключевое отличие этих двух структур? Отдел контрпропаганды, который был в Советском Союзе, и вот войска информационные. Информационные войска. Итак, Диана, давайте начнем также с вас. Можно я пока? Да, Тимур. Да, спасибо. Очень интересный вопрос, но мне кажется, главное отличие будет все-таки, может быть, удастся создать чуть-чуть что-то почестнее. Если Советский Союз говорил, это да, это пропаганда, вот мы вас пропагандируем, все открыто, все понятно. Но здесь, возможно, все-таки будет, если это, конечно, будет, более такая аккуратная пропаганда, такая более объективная, ну, я надеюсь, конечно, вот так вот. Анна, ваша точка зрения. Спасибо большое за вопрос. Честно говоря, я еще не успела ознакомиться с этим предложением Шойгу, я уверена, я с ним ознакомлюсь, и потом мы с вами побеседуем. Хорошо. Да, Диана, есть ли у вас ответ? Какой вопрос был? Повторите вопрос. В чем пропаганда? Да, сейчас создаются войска информационной безопасности, будем так называть. В чем отличие от отдела контрпропаганды, который был в Советском Союзе, и войска, которые будут сейчас заниматься этим? Ну, мне кажется, то, что когда была пропаганда, то говорили в лоб, а сейчас не будут говорить, будут как-то вот уходить. Хорошо, это ваша позиция. Тимур, у вас есть шанс задать вопрос персонально или вопрос Блиц? Спасибо, Яна. Ну, Блиц, наверное. Ваш любимый вопрос для всех участников. Вопрос такой. Нужна ли в России политическая цензура? Стоит ли говорить обо всем, что происходит, или все-таки нужно как-то ограничивать? Вот такой вопрос. Хорошо, Анна. Я считаю, что политическая цензура в России нужна, так как у нас большое влияние, так скажем, либеральных, как их назвать, течений, которые могут быть спонсированы не только внутри государства, но и из Запада, что может, соответственно, привести, например, вот как Навальный про Димона. Я считаю, что не должно это показываться. Это ваша позиция. Благодарим вас. Татьяна. Можно повторить? Нужна ли политическая цензура? По закону, да, цензура запрещена в СМИ, но хочется отметить, что, наверное, стоит сделать более строгими критерии оценивания информации, которая может попадать туда. Да, да, безусловно, должен быть доступ у оппозиции к СМИ. Это нужно. Но должны быть критерии, которые эту информацию будут разделять на здравомыслящую и не здравомыслящую. Диана. Я считаю, что, да, цензура нужна, потому что если мы будем допускать к власти и говорить то, что все у нас там как есть, то будут волнения лишние у народа. Однако, прошу вас посмотреть, что такое цензура, само понятие обратится к нему уже после политических боев. Диана, у вас есть возможность задать вопрос. Напоминаю тему этого раунда еще раз, да? Роль средств массовой информации в выстраивании внешнеполитического имиджа государства. Что нужно сделать России, чтобы не проиграть больше информационную войну? Это тоже, наверное. Хороший вопрос, да. Кто готов? Да, Татьяна. Я хочу поводка работать со отечественниками, как один из вариантов. Хорошее предложение, Тимур. Вступить в эту войну? Вступить. А мы не вступили еще пока? Пока нет. Пока? Ну так, знаете, очень вяло. Больше даже в обороне. Мы пока наблюдаем. Вы правы, мы наблюдаем. Анна. Я согласна с Тимуром, но вступить не так заявить о себе, а очень так скрытно и хитно, как Китай действовал в экономическом плане и сейчас в итоге лидер. Так и Россия, я считаю, должна действовать очень мелкими-мелкими шагами. Благодарим вас. Раунд вопросов пока завершен на уровне спикеров. Уважаемые эксперты, у вас есть возможность задать нашим спикерам любые интересующие вопросы? Виктор Владимирович, да. Блиц или персональным? Нет, можно я задам вопрос Анне? Анна, скажите, пожалуйста, вот, ну, речь идет, собственно говоря, о брендинге во многом, да, как на ваш взгляд, какой аспект жизни России, функционирования нашего государства, да, современности именно? Может быть, история может стать вот двигателем, да, для создания позитивного бренда России, потому что действительно о России сейчас говорят в негативном ключе, да, и кроме как, ну, там. Россия и валенки или там Россия и медведь. Да, вот Кабалалайка, медведь, да, а что может стать двигателем, чтобы у нас действительно появилось нечто вроде итальянской обуви или немецких автомобилей? Я считаю, в первую очередь это должен быть туризм, так как я считаю, действительно, России есть чем похвастаться, это огромнейшая территория, самая большая в мире. И нужно начать, возможно, я не знаю, элементарно, как идея с блоков на YouTube и вот путем молодежи именно рассказывать о России, что, как есть в действительности. Потому что, когда бы ты не приехал в Европу, в Америку, всегда тебе будут говорить, валенки привез с собой, балалайка где у тебя там, с медведями фоткаешься, вот. И, в общем, я считаю, что нужно именно больше, хотя вот и балалайка, и медведь, это тоже хороший способ знания о России, как, ну, брендинг именно, вот. Но больше о культуре, о России, о территориях, Байкал, Владивосток, сейчас еще будет молодежный, всемирный молодежный форум в России, Сочи, Олимпиада. Все это большие шаги к тому, чтобы у России был именно как бренд. Благодарим вас, уважаемые эксперты, если у вас еще вопросы к спикерам, участникам. У меня есть вопрос. Мы сегодня говорим с вами о России, мы говорим о других государствах, об информационных войнах. Давайте поговорим о Республике Татарстан. У Республики обширные контакты за рубежом, мы их развиваем. Однако, как сделать бренд Республики Татарстан еще более узнаваемым на внешнеполитическом уровне? И роль СМИ в этом? То есть, какой вы можете рецепт или механизм взаимодействия со средствами массовой информации предложить касательно Республики Татарстан? Кто готов? Блиц, да, все. Да, Диана. Это, наверное, опять нужно делать через туризм, потому что у нас Татарстан очень развит в этом плане. Те же самые чемпионаты, универсиады, это все привлекает и вновь выводит на новый уровень Татарстан. Тимур, роль СМИ в этом вопросе? Да, ну смотрите, если человек хорошо поет, ему всегда будут говорить «спой», да? Он не будет говорить «давайте я вам спою». То есть, если что-то у кого-то хорошо получается, то, на мой взгляд, это делать нужно, ну, как бы это пиарить, если так можно выразить, не изнутри, а снаружи. Если будет востребованность какая-то, будет бренд. Бренд Республики Татарстан. Татьяна. На мой взгляд, Татарстан уже встал на хорошие рельсы, то есть, безусловно, нужно продолжать политику развития информационных технологий в Татарстане, спорта. И, конечно же, специализироваться на регионах, у которых с Татарстаном, не регионах, а странах, у которых с Татарстаном уже есть более тесно выстроенные связи, чем у всей страны. Например, Турция, Китай, да. Вот в этом направлении продолжать работу. Анна. Честно говоря, очень тяжело сейчас могу представить связь Татарстана и СМИ, Татарстана в мире и СМИ, но как Татарстан продвигать в мире, это культура, во-первых, наш театр, татарский язык и литература. Я считаю, вот эти вот три основные такие столпы, которые могли бы заявить о республике как о чем-то достойном. Благодарим вас. Можно, Маник Юльтарий. Да. Ведь всегда есть регионы в государствах, да, которые говоришь и что-то какие-то образы воспринимают. Когда мы говорим о Калифорнии, у вас же есть картинка определенная, которую вы представляете? Она создана средством массовой информации, поэтому Татарстан тоже может претендовать на какую-то картинку, условно говоря. Назовем это так. Благодарим вас. Итак, уважаемые эксперты, уважаемые гости, есть ли у вас еще вопросы к спикерам? Да, Ленара, финальный вопрос. Вопрос, наверное, в формате БЛИЦ. Я просто хотела, сейчас мы говорили о Татарстане, но я предлагаю немножко отойти, несомненно, от этой важной темы и перейти к Российской Федерации на более такой международный уровень. Хотелось бы спросить, чем обусловлена популярность, не популярность, а чем обусловлен успех Соединенных Штатов Америки в информационных войнах? Что это, финансирование, это залог успеха или, может быть, какие-то другие причины есть? Хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо. Почему другие страны опережают нас в информационных войнах? Если опережают, конечно же. Да? Ваши ответы, Диана? Финансирование. Вы считаете, миром правят деньги? Тимур. Большое желание. Если вы хотите... А, вспомнил цитату Гиммлера. Ложь, сказанная тысячу раз, становится правдой. Геббельс. Простите, да, точно. Так вот, ну там почти, да? Давайте, да, цитайте. Так вот, да, если они хотят убедить свое население в том, что не есть правда, то, конечно, они будут воздействовать больше. Но у нас такой цели нет, и поэтому, возможно... И мы не вступаем в информационные войны, ваша позиция ясна. Татьяна? Мой ответ информационную войну возможно, потому что они начали ее раньше, и, возможно, из-за своей беспринципности. Анна? Я считаю, что это совокупность большого финансирования и желания, ребят, объединю. Как проходят цветные революции? Это вкачка большого количества денег, которые, соответственно, действуют на СМИ и ведут пропаганду уже против действующей власти. Вот. И, соответственно, желание — это как проект вот самой цветной революции. Благодарим вас. Да, Ирих Айдарч, созрел вопрос. Тяжелая тема со СМИ. И раз уж мы находимся... В стенах Высшей школы медиа, коммуникации и журналистики. Да, как раз вопрос как раз вам хотел задать. Какая бы дисциплина есть в стенах этой школы, которая бы как раз занималась этим? А если нет, какую добавить тогда? Занималась бы... Всем вопрос. Вот как раз СМИ и война. То есть, нужен ли такой предмет, давайте немножко сформулируем, да, который бы обучал нас вести информационные войны или не информационные войны, а грамотно, вообще позиционирование? И как, как думаете, может быть, это называлось? Как готовить бойцов для войны. Да, как готовить бойцов. И нужно ли, да, в стенах, может быть, Вы знаете, что есть какие-то интересные курсы, которые здесь проводятся на базе Высшей школы. В школы журналистики. Да. Кто готов? Ну, я не знаю, есть такие курсы или нет, но думаю, что они все-таки есть. И если даже этому не учить, все равно люди учатся сами. Допустим, хакерство — это же тоже самое. Татьяна. Да, я хотела сказать, что, во-первых, на профильных направлениях наверняка есть углубленные предметы, но просто нужно идти в ногу со временем. Та же информатика может быть более актуальна, то есть вместо табличек Excel, да, учить, как спамить лучше в интернете или как обезопасить себя от спама. То есть нужно предоставлять информацию, которая будет полезна студентам в данных современных условиях. Тимур. Такое информационное ОБЖ, да? Ну, если Шойгу хочет создать войска, то ему нужны квалифицированные кадры, наверное, значит, нужно обучать людей. Анна. На счет КФУ не могу сказать, есть ли у нас такие, но в первую очередь это роль дипломатов в продвижении именно позитивного имиджа России. Во-вторых, это журналисты, которые работают на международном уровне. Ну, важных опор это кодекс этики, наверное, журналиста, да? Да. Мне кажется, в этом вопросе. Вот. И то, что такие люди действительно нужны, но я считаю, что это должен быть талант у человека, а научить этому очень тяжело. Благодарим вас, аплодисменты. На этом мы завершаем раунд. На этом мы завершаем финал. И переходим к процедуре голосования. Решение будет сложным, его будут принимать наши эксперты. На их плечи возлагается вся доля ответственности, серьезности в этом решении. Итак, уважаемые эксперты, прошу вас оценить от нуля до пяти баллов выступления наших спикеров. Первой выступала Рыбакова Анна, ваши оценки Анне. Три пятерки. Второй выступала Кузнецова Татьяна, ваши оценки Татьяне. Три пятерки. Я вижу какую-то интересную тенденцию. Третьим выступал Тимур Нигмадзянов, ваши оценки для Тимура. Три пятерки. И четвертой выступала Демина Диана, ваши оценки для Дианы. Пять пять четыре. Все-таки мы нарушили тенденцию. Итак, путем простой математики, путем простого подсчета, мы понимаем, что по итогам 11-й битвы в рамках политических боев 2017 у нас три победителя раунда финала. Ваши аплодисменты Рыбаковой Анне, ваши аплодисменты Кузнецовой Татьяне, ваши аплодисменты Тимуру Нигмадзянову. Итак, уважаемые спикеры, уважаемые, точнее, эксперты, прошу вас прокомментировать ваше решение и какие-то напутственные слова, итоги этого раунда, этой площадки, которая сегодня была посвящена интересной международной теме. Каким образом нам взаимодействовать с отечественниками, как выстраивать наш имидж нашего государства и каким образом мы с вами можем быть успешными в площадке евразийской интеграции. Динар. Хочется сказать на самом деле большое спасибо, потому что, как я уже сказал первый раз, ребята большие молодцы. Уровень выступления, уровень позиционирования себя, умения держать за трибуны, это действительно вызывает уважение. Я на самом деле рад, что каждый из вас, который здесь стоял, который еще сидит в зале, вы действительно раскрываетесь. И, наверное, в завершении, не помню, кто именно из участников сказал, Диана, по-моему, сказала, другая Диана, что мы не можем никак повлиять, сидя здесь сегодня, обсуждая эти вопросы. Но вот мне кажется, наоборот. И учитывая, что действительно... Все в наших руках. Да, спасибо большое Ирику Айдаровичу, что пришел и поддержал нас в том числе. И вот это действительно возможность напрямую депутату Государственной Думы, особенно человеку, который в этом профиле и комитете работает, как раз донести свою позицию, позицию молодежи. И, возможно, именно ваши идеи и предложения лягут в основу. И, возможно, действительно, вы с вашими идеями станете теми людьми, которые изменили это. Поэтому, мне кажется, нужно немножко по-другому мыслить и подходить. И действительно, когда вы готовитесь, вы можете понять то, что вы можете быть теми людьми, драйверами. Особенно некоторые из вас даже участвуют в новых проектах, молодые дипломаты, которых достаточно дает возможность это все менять. И это на это направлено. Поэтому дерзайте. Еще раз всем спасибо. И особенно, конечно, тем людям, которые задают вопросы. Сегодня проследилась такая тенденция, что БЛИЦ вопрос, по-моему, все задавали. И участники действительно молодцы, потому что они держались. Поэтому все большие молодцы. Всем большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Эрик Айдарович. На самом деле, тема та, которой занимается, наверное, СМИ. Буквально недавно у нас как раз в Думе прошли парламентские слушания о работе соотечественников. И три темы, которые были разбиты, это гражданство, это молодежь, которая здесь присутствует, это СМИ. И, знаете, действительно, я бы хотел согласиться в те предложения, которые я бы сегодня здесь от вас мог бы услышать, действительно, они будут рассмотрены в нашем комитете и в нашем экспертном совете по гражданству. Так что, молодежь, ни в коем случае, чтобы у вас не было такого пассимизма, когда вы говорите, от нас ничего не зависит, мы ничего не можем сделать. От вас все зависит. Вы наше будущее, вы должны дерзать. Мне кажется, мы точно будем дерзать и набравим свои предложения. Да, спасибо большое, ребята. Действительно, дискуссия сегодня была очень жаркая. Действительно, каждый политбой, который организовывает Яна, это действительно настоящее шоу. Все большие молодцы. Я вас всех поздравляю с результатом. У кого сегодня что-то там не получилось, кто-то там дальше не прошел, конечно, не расстраивайтесь. Это просто лишняя мотивация поработать над собой, чтобы действительно выступать на такие разные темы. Конечно, нужно было дать большой эрудицией, много читать, интересоваться этим. Потому что профессиональный политик должен моментально реагировать на все эти проблемы, быть в курсе всего. Это действительно сложная работа. Но раз уж вы вступили на этот путь, то с него нельзя сворачивать, а идти только вперед. А в этом политические бои вам как раз и помогут. Благодарим вас. Аплодисменты. На этом мы завершаем 11-ю площадку политических боев 2017. Я благодарю всех спикеров, экспертов и участников. Оставайтесь с нами. До встречи. До завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова